Абаза сегодня источник хороших новостей. Городообразующее предприятие Рудник стремится к новым горизонтам. Перспективы скрыты глубоко под землей на отметке 200 метров ниже уровня моря. Основные силы брошены на сбор конвейера, который будет поднимать руду из шахты. Тем временем горняков начали обучать работе на современных буровых установках. Две таких машины из Финляндии поступили на предприятие нынешней осенью. Все это результат длительных переговоров с компанией «Евраз». Увеличились объемы, метры больше стали проходить, чем раньше, чем по старым технологиям. Все быстрее идет. Сейчас и руду будем так же быстрее добывать. Естественно, и прибыль будет у всех лучше, и рабочим больше зарплата, все лучше. У нас были очень большие сложности с Абасинским рудником. Закрывать его, не закрывать. Верховный совет был очень встревожен в этом направлении. Мы правительственные часы специально организовали, чтобы не дать городу, а городу Абазе, потому что это градообразующие предприятия, которое сотню лет существует этот рудник, и чтобы он закрылся. Сегодня вопрос разрешился. Сегодня пошло финансирование, новое оборудование, люди вдохнули свободно. И увидели для себя перспективу работать не на год, не на два, а на десятки лет вперед. У экономики Хакассии своя история. Вслед за реанимацией Абазинского рудника наращивать объемы планирует и Абакан-Вагонмаш. Это предприятие рано сбрасывает со счетов. Глава Хакассии провел в Москве переговоры с генеральным директором компании РМ Рейл, которую входит в Агонмаш. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Речь идет о производстве блочно-каркасных модулей. Такие конструкции применяются для быстрого возведения военных и геолого-разведочных городков, летних лагерей и вахтенных поселков. Проектной мощности предприятия 20 тысяч штук в год. Особо отметим, что в 2023 году компания рассчитывает выйти на безубыточность и получить чистую прибыль. Заинтересованы многие отрасли хозяйства. Это, прежде всего, Минобороны заинтересованы. Они буквально приезжали на прошлой неделе, заказы размещали, смотрели, что мы можем делать, не делать. Контейнера различных моделей. У нас такой завод уникальный. Он остался один в России. Было много заводов, но конкуренция мировая. Китайцы, они подвинули всех своей ценой. И вот один завод, вот этот уцелел наш. Но объемы у них постепенно сейчас, год с годом увеличиваются, растут. И новые заказы появляются. Поэтому есть перспектива, что завод будет развиваться. Комитет по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту. Задачи, стоящие перед ним, вытекают из самого названия. В составе исключительно руководители предприятий, имеющие большой практический опыт. Председатель комитета Валерий Мишанков. Знать промышленный потенциал региона – его обязанность. К примеру, Бейское каменно-угольное месторождение. Разведанные запасы исчисляются миллиардами тонн. Его разработка для Хакайсии более чем перспективна. Она необходима для развития республики. Сегодня у нас по промышленности бурными темпами развивается Бейский угольный кластер. Это примерно под землей находится в пределах 5 миллиардов тонн угля. Вы только в цифру вдумайтесь, 5 миллиардов. В Верховном Совете отчетливо понимают, что от разработки одного из крупнейших угольных бассейнов России напрямую зависит экономика Хакайсии. Ведь это не только тысячи рабочих мест, но и миллиарды рублей налогов. Исторический факт – Аршановский и Майрыхский – это первые угольные разрезы, введенные в республики со времен Советского Союза. Сегодня построена станция уже, проведена железная дорога, чтобы можно было не дороги бить, а железной дорогой уголь этот поставлять. Для этого надо, во-первых, пути было сделать, пути сделали. Во-вторых, расширять объемы производства, перевозки. Для этого планируется мост, новый мост железнодорожный. Развитие станции, Хонек, он далеке, Камышта, развитие станции, новое. То, что я говорил, развитие железной дороги. Вот это совместить три развития, налоговое числение, экология, сохранить – это был бы вообще уникальнейший промышленный кластер. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году в Хакайсии будет добываться до 40 миллионов тонн твердого топлива. Увеличение произойдет за счет роста мощности действующих предприятий. В частности, к этому времени только разрез «Аршановский» планирует выйти на 10-миллионный рубеж.